Итак, секрет тиражирования. На самом деле никакой не секрет, но о нем не любят, говорят, разговаривать фармаделы. И частенько, когда им задаешь вопрос на эту тему, они говорят, давайте будем заниматься каждой своими делами, девочки. Вы делайте тортики, а мы будем делать молдики. Да, как же так-то, а если бы я следовала этому правилу, я бы никогда не пришла к молдам. Потому что начинала я вязать спицами. И что? Я бы до сих пор была вязальщицей. Я вышивала картины крестиком, потом ленточками. Опять же, я делала куклы. Я вот пришла теперь к вам, понимаете? И все, что я делала, было тоже очень круто. Мне очень нравилось, да, но я не могла остановиться. И почему? Почему творческий человек не может останавливаться на одном месте? Поэтому я, нет, я наоборот топлю за то, что... Попробуйте. Не зайдет, вот не понравится вам силикон, да, кто ж вас будет заставлять? Для этого есть я здесь, чтобы уменьшить ваш расходник, понимаете? Потому что мой расходник я даже не буду озвучивать, честно вам скажу, потому что я сбилась со счета. Так вот, формоделы умалчивают о чем? О том, что тиражирование мудов это прибыльно. И любое тиражирование это хорошая маржинальность. Что такое маржинальность? Маржа это не только жена Гомера. Мне нравится этот мультик, и я привожу эту шуточку везде. Маржинальность это коэффициент, это отношение отпускной цены к его себестоимости. Вот этот коэффициент. И чем он выше, тем выше маржинальность, и тем выше ваша прибыльность. Вот и все. Вот и весь секрет тиражирования, потому что любое тиражирование это прибыльно. Почему-то вот коэффициент, ну правда прибыльно, но коэффициент он везде почему-то разный. Вот у мыловаров, например, побольше маржинальность, чем у шоколадье. Да? Потому что я высчитывала и то, и другое. По поводу формоделов. Ну тут хочу вам сказать хорошая маржинальность, да. И признаюсь, это хороший заработок. Если вы грамотно будете использовать дорогостоящий ваш материал, сырье. Ну, сырье стоит дорого. И силикон, он не перерабатывается. То есть если вы попортили, то уже все это выбросите. Кстати, вот этот пищевой силикон, поэтому он не токсичен и экологичен. Я говорю, что это очень экологичный бизнес. И поэтому я его люблю. Экологичный и в плане природы, и в плане честности. Вот этот силикон, вот он такой, понимаете, он честный. Он любит точность, он любит аккуратность. Потому что если этого всего не придерживаться, он не прощает ошибок. Это такой, блин, прям характер. Вот нравится мне, знаете, вот, когда сильный характер, про силикон можно сказать, что у него сильный характер. Потому что он такой. А еще он надежный. Он, при его, если его приручить, он, видите, и мягкий. Он очень тактильный и успокаивающий. И при всем при этом, он, ну вот, если применять все эти характеристики, как одушевленному предмету, одушевить этот силикон, вот, все лучшие качества, которые я бы хотела видеть у своего партнера, и есть в этом силиконе. О, боже мой, я только что это придумала, но мне так нравится эта идея. На самом деле, да, вот он такой. И если уж его полюбить, он вас, вам отдаст, эту любовь прям окружит. Я это чувствую на себе, это такая колоссальная отдача. Вот честно, полюбите силикон, ощутите его, вот прям наполнитесь. Если нет, не заставляйте себя. Хорошо, попробуйте и идите дальше. Нельзя себя заставлять что-то делать. Я вам скажу словами моей первой свекрови. А вы знаете, как говорила, не надо себя заставлять что-то делать. Золотая женщина была, говорит, не хочешь мыть посудку, не надо мыть, пускай полежит. У нас просто была большая семья, все равно кто-нибудь да помоет. Вот, но эти золотые слова о том, что не заставляйте сейчас себя делать, или сейчас, или потом, но все равно вы вдохновитесь чем-нибудь, и тогда сделайте гораздо быстрее и проще вот эту задачу, которая у вас вызывает вот этот камень преткновения. Не по плану пошла моя презентация. Я хотела рассказать про секрет тиражирования дальше, про секрет тиражирования именно молдов. Опять же, если вы его освоите, это он вам отплатит. И сам расчет, знаете, какая прибыль? Минимум 300% от себестоимости, минимум. А дальше идет процент, а дальше идет наценка на упаковку, на личный бренд. Кстати, да, личный бренд стоит денег, и это наценка. Это идет наценка еще на зарплату, потому что, когда начинаешь делегировать, естественно, вырастает расходник. И если вырастает расходник, нужно увеличивать эту маржинальность. Вот, поэтому я вам рассказываю, что силикон это прибыльно, и я призываю вас не только, это прибыльно, не только как бизнес, это прибыльно еще как и для домашнего использования. Вы же знаете, как дорого купить молдик, но сделать его в 300 раз дешевле. То есть, если вы не хотите переплачивать вот эти минимальные 300% формоделу, такому, как я, и такому, как, какого я сейчас обучаю, прям армию целую, вы можете сделать у себя на кухне, и я этому тоже вас научу, это уже будет в первом классе, после этого блога. Но сначала мы поговорим именно о теории, и прежде чем приступать, вступать в первый класс, вы должны изучить эту информацию. Договорились? Запускаем колесо, судьбоносное колесо, и идем дальше.